Здорово усваивается, когда это происходит в формате игры. Сегодня мы с вами поиграем. Но я попрошу вас об одной очень важной вещи. Очень важной вещи, на которую я обращу внимание, которая у вас... Под каким пунктом у нас в чек-листе слово «честность»? Третий. Третий. Должно было быть первым, но пускай будет третьим. Я напишу красным маркером слово «честность» «ность». Здесь, чтобы вы его не забывали в течение всех следующих двух с половиной-трех часов. Я попрошу вас быть честными по отношению, во-первых, к себе, а во-вторых, к тем людям, которых вы не знаете. Это очень важно, потому что на честности зиждется все наше спикер-кафе. Вы будете выступать и получать честную обратную связь от людей, которых вы не знаете. Один очень умный человек сказал мне простую тривиальную вещь. Тот человек, который умеет воспринимать критику, способен к дальнейшему развитию. Если вы не способны воспринимать критику, ну просто сейчас покопайтесь на секундочку в себе, способны ли вы воспринимать критику с другой стороны, то если вы ее не воспринимаете, и вот, видите, нет, это не про меня, я же идеальный, мы же все идеальные, да, когда вот так остаемся наедине с собой. Привет, Алиев, и ходьба, пожалуйста, куда тебе удобнее. Если вы воспринимаете критику, это очень здорово. Вот сегодня критика будет тем инструментом, благодаря которому вы узнаете свои сильные стороны и слабые стороны. Слабые стороны стоит прокачивать, сильные стороны стоит держать в том тонусе, в котором они у вас есть, но, естественно, тоже держать на уровне. Так вот, честность – это то, на что мы с вами сегодня обращаем главное внимание. Итак, в каком формате строится работа нашего спикер-кафе? Я вам сейчас дам совершенно чуть-чуть небольшой теоретической базы, совершенно чуть-чуть, затем вы выступаете, все получили свои слова, свои темы. Они такие разные, они не похожи. Здесь есть еще один огромный плюс. Мы сегодня с вами получаем информацию из уст других людей, которая, как мне кажется, будет полезна, потому что есть какие-то вещи, которые мы сегодня с вами узнаем. И вообще еще один важный постулат лично для меня – если ты за день не узнал ничего нового, день прожит зря. Ну, так и есть. Поэтому очень здорово, что сегодня сквозь призму активной мозговой деятельности других людей вы узнаете что-то новое для себя. И таких новых тем будет вот столько, сколько вас. Мы не можем приглашать сюда больше 15-20 человек, как вы понимаете, потому что это может затянуться бесконечно долго. Формат. Формат очень простой. У вас есть ровно 4 минуты вашего выступления. У вас есть площадка, у вас есть аудитория, которую вы не знаете. И чем цена эта аудитория? Тем, что именно такая аудитория, которую вы не знаете, может дать вам объективную обратную связь. Согласитесь, что родственники после вашего выступления на Новый год перед родителями, перед бабушками и дедушками сказали «Какой ты молодец!» Это было лучшее стихотворение. Но отчасти это будет неправдой. И мы начинаем двигаться по тому пути, который… Слушайте, да я молодец. Да в караоке мне 100 баллов поставила вот эта система, когда я пел. Да мне же все аплодировали. Но согласитесь, что со всеми было такое. И не совсем верно, когда мы начинаем сбиваться с истинного пути и идем вот по пути, куда нас уводит вот кривая тех людей, которые, ну, в общем-то, хотят, ну, не выглядеть в наших глазах плохо. Так вот. Принцип очень простой. У меня есть генератор случайных чисел. У вас есть случайные числа. Если у вас цифра 5, это не значит, что вы будете выступать пятыми по счету. Возможно, вы будете первыми или последними. Вторая цифра, красная. Зеленая – это вы спикер. Красная, обратите внимание, это вы критик. Это значит, что вам предстоит по такому же чек-листу, но выйдя сюда, сделать еще одно выступление. Но здесь вы выступаете в качестве... Да. Здесь вы выступаете уже в качестве человека, который пытается дать объективную оценку только что выступившему человеку. Кстати, я не могу сказать... Нет, нормально, нормально. Это физика. Физика. Просто филологу с физикой тяжело. У нас будет чек-лист. Вы выступаете. Выходит какой-то совершенно вам незнакомый человек и разносит вас пух и прах, либо, наоборот, возносит вас до небес и говорит, слушайте, это было лучше, что я слышал за последнее время. Это очень простой, понятный принцип. Далее. Каждый из вас уже в лице, так скажем, анонима делает свой чек-лист. Вот они у вас есть. Вы проставляете свои оценки тому человеку, который выступает. У всех у нас есть номера, у всех у нас есть имена. Вот фамилии мы забываем, чтобы быть максимально абстрагированными от того человека, который здесь есть. И здесь абсолютно разные люди. Разный уровень образования, разный уровень опыта. Но, не сомневайтесь, все вы прекрасно понимаете, что любой уважающий себя человек для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице, не только должен грамотно, структурированно, доходчиво излагать свои мысли. Вы же хотите вырасти по служебной лестнице? Да. А отмечать галочками, что ли? Отмечать по пятибальной шкале. Потому что, как только у нас выйдет первый критик, вы все сразу же поймете. У нас интуитивно все очень просто и понятно. Эта история работает на любых языках, на любых континентах, с любыми людьми, с разным уровнем образования. Понимаете, бывают люди, у которых достаточная степень харизмы, но недостаточная степень образования. И такой человек на свадьбе лучшего друга гораздо выглядит лучше, чем человек с профессорским образованием, но не превыше говорить. У нас 10 пунктов в нашем чек-листе, у вас их также 10. И я хотел бы, прежде чем мы перейдем, у нас такая, знаете, практика-теория. Практика-теория. Потому что выглядеть будет это следующим образом. Первому будет легче всего. Я всегда это говорю. Последнему, ну Полина помнит, последнему будет сложнее, потому что вы будете смотреть, вы будете брать лучшее от лучших и не брать худшее от... Ну здесь нет худших. Здесь люди, которые, я всегда это говорю, я буду повторять это изо дня в день, 3% людей после 25 лет продолжают обучаться. Все остальные сидят на месте и ждут, что с ним вот либо бабушкино наследство, либо сойдет какая-то манна небесная. Это неправда. Это уже тема про лидерство. Надо прийти, взять, использовать навык и развиваться. Поэтому большое спасибо, что вы в тех 3%. Честность. Я называю 5 пунктов, я всегда про них говорю. В первом, к честности, у меня стоит третьим пунктом, не зря оно там стоит. На первом месте у меня всегда стоит... Кто был у меня? Содержание. Содержание. Или иначе можно сказать, к любому выступлению нужно... Подготовка. Подготовка. Само собой разумеется. Вы все получили чуть больше, чем некоторые за 12 часов, те слова, которые для вас, может быть, и Филькина грамота, а может быть, и не Филькина грамота. Это в теме вашей компетенции, не вашей, не важно. Иногда вам приходится выступать на те темы, которые вам не знакомы. В любом случае, если вы человек умный, берете информацию, ее масса, доступ к ней, это раньше вам пришлось бы ехать на метро-библиотеку имени Ленина, искать эти фолианты и использовать их. Сейчас это все гораздо проще. Подготовка. Вторым пунктом. Без чего не может нормальный человек нормально вещать. Ребята, средний ряд. Как вы считаете? Слова. 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 Уверенность. Уверенность. Словарный запас может быть весьма ограниченным. Я всегда говорю, вы должны выступать перед аудиторией, как будто это восьмиклассники. Это правда. Это уже сложно. Я выступала. Это ужасно сложно. Это ужасно сложно. Я постоянно практикуюсь на детях. Если вы начинаете использовать идиоматические выражения, фразеологические обороты и метафорические фразы, такие, которые непонятны восьмиклассникам, что с ними произойдет? Они потеряют? Естественно. А уверенность здесь нужна всегда. Говорите с ними, как будто это восьмиклассники. Третий – это у нас честность. Четвертый пункт. Он очень важный. Чувство юмора. Чувство юмора – это не важно. Это важно, если бы у нас здесь все было в формате стендапа, хотя у нас… Вы знаете это, Нарине, вы это прекрасно знаете. Несодержание. Это тоже на букву «ум» и тоже вторая «в». Уважение. Это то, о чем я постоянно говорю. Вы не знаете, кто перед вами. Эти люди становятся носителями той информации, которую я в вас сейчас вкладываю. Я безмерно уважаю вас за то, что вы нашли время, потратили деньги, потратили время и пришли сюда. Я вам дам гораздо больше. Я вам это обещаю. Уважайте ту аудиторию, перед которой вы выступаете, и вы получите взаимно то же самое. Когда вы чувствуете, что перед вами выступает достаточно надменный человек, который считает вас умнее вас, что вы делаете? Теряете интерес, внимание и уважение. Все вместе это исчезает. Это не важно, с какой аудиторией вы работаете. Это не важно, перед кем вы выступаете. Вы не знаете людей. Мне часто приходится выступать перед аудиториями, где собирается 400, 500, 600 человек. Есть внутреннее уважение. Когда вы выходите, просто вот говорите «спасибо» внутренне. Вы не говорите «спасибо, я так расстался». Нет. Внутренне просто скажите, интонации свои дайте понять, что вы уважаете этих людей, которые, что делают, тратят ваше время, свое время на то, чтобы вас послушать. И пятый пункт, он из мира современных технологий, потому что мы должны с вами объективно постоянно развиваться. Пятый пункт на букву «А» и зову я его «адаптивность». Это моя история. Другие преподаватели, тренеры, мастера дают свою. У меня это выглядит так. И «адаптивность». Что такое адаптивность? Кто скажет? Если идет не по сценарию, рассказывает, что-нибудь перебивает и так далее, надо быстро тренировать. Браво. В адаптивность что в таком случае должно входить? Быстрая реакция. Быстрая реакция. Отлично. Что еще? Чувство юмора. Чувство юмора, да. Согласен. Вот здесь. Что еще? Мыслить не шаблонно. Что еще? Концентрироваться. Ну, концентрация, она важна вообще для любого мероприятия. Что еще? В адаптивность. Что? Человек должен быть каким? Чтобы разговаривать с любой аудиторией. Внимание! У меня не восьмиклассники. У меня профессора МГУ, которая занимается лингвистическими исследованиями. Каким я должен быть? Ну, во-первых, я должен знать, какая эта аудитория подготовится к ней. А во-вторых, у меня должен быть весьма широкий кругозор для того, чтобы говорить с людьми на одном языке. Здесь внимание. Если у вас кругозор не очень широкий, вы подключаете пункт под названием уверенность. Потому что вы же говорите в микрофон, говорите это уверенно, значит, вы об этом знаете. Где-то можно приврать, и так многие спикеры делают. И подключайте пункт уважения. А здесь уже начинается игра. Можно очень легко переключить, сказать, вы знаете это гораздо лучше, чем я. Поэтому я тему оставлю вам для вашего внутреннего обсуждения. А сам перейду к тому, в чем, как мне кажется, я разбираюсь лучше, чем вы. Но тут надо быть осторожным. Потому что если вы декларируете, что вы в чем-то разбираетесь лучше, чем человек... Вы помните, вот, Александр, когда у нас был случай на предыдущем тренинге, когда девушка рассказала про Марию Шарапова, а потом на нее вывалили в ворох проблем, связанные с этим, потому что девушка была не права. Но она говорила об этом уверенно. Но в зале нашелся эксперт, который разбирался в этом лучше. Будьте аккуратны. Вот, всего лишь пять пунктов, соблюдая которые, запомните их. Это очень просто. Я всегда рисую здесь, в этом месте, звезду Патрика. Не звезду Патрика, а Патрик, морская звезда из Панч-Боба. Опять же, кругозор, понимаете? А когда работаешь с детьми, нужно знать, кто такой Патрик. Патрик выглядит так. Примерно. И Патрик, это же морская звезда. А морская звезда какая главная нога? Любая. Верно. И поэтому все вот эти пять пунктов. Подготовка. Здесь я честность рисовал, здесь я уважение, здесь адаптивность и здесь уверенность. Они могут быть с разной стороны. Вот, запомните Патрика. В следующий раз, когда будете выступать перед любой аудиторией, не важно какой. Вот ваш секрет успеха. И я призываю ваш этот секрет успеха использовать в любом выступлении. Сейчас мы начинаем постепенно. Это очень коротко. И самое интересное, что те ошибки, которые вы будете совершать, мы на них будем обращать внимание. И вы будете их изолировать, чтобы больше к ним не возвращаться. Ошибки могут быть совершенно разными. Нет идеальных спикеров. Нет идеальных людей. Все совершают ошибки. Но если вы признаете себе в том, что вы совершаете ошибки, вы набиваете себе шишку, вы встаете на эти грабли. Вообще, на какие грабли лучше вставать? На свои или на чужие? Вот вам рассказывать. Слушай, вот туда не ходи, там точно себе шишку набьешь. Ты говоришь, нет, я пойду. Встаешь, набиваешь шишку. Какие грабли лучше? На которые вы сами встали или? Лучше на чужие, но эффективнее свои. В точку. Потому что, когда тебе говорят, тебе же хочется перепроверить это. А так ли это на самом деле? Естественно, когда речь идет, слушайте, здесь не купайтесь, здесь белые акулы, 12 человек съели, ты вряд ли пойдешь туда купаться. Но когда тебе говорят о каких-то простых вещах, да я попробую. И ты набиваешь себе шишку. Но эта шишка настолько эффективно работает на всю оставшуюся жизнь. Поэтому здесь мы с вами сейчас повстаем на грабли. Не бойтесь, не стесняйтесь. Мы укажем вам на ошибки. После каждого выступления, еще раз напоминаю, ваши 4 минуты, затем критик, затем я даю 3 маленьких совета, на которые стоит обратить внимание. Если они будут. Возможно, вы тот самый идеальный, у которого нет никаких ошибок. Ну что, готовы? Такое гнетущее молчание. Это очень непросто. Это не очень, очень непросто взять, выйти и рассказать на тему, о которой, возможно, в этой аудитории кто-то разбирается даже лучше, чем ты. А темы у всех разные. А вот здесь, давайте по порядку. Это практикум. Практикум от любого тренинга, где выступает тренер, отличается тем, что на практикуме люди участвуют, принимают активное участие. Поэтому вовлекайтесь, не забывайте, вам, каждому, присутствующим, придется выступить два раза. Один раз в роли спикера, один раз в роли критика. И не забывайте про этот пункт под названием честность. Будьте честными по отношению к тем людям, но давайте избегать вещей, которые называются, ну вот, просто околеситься и пустословие. Не надо говорить, что, а мне ничего не понравилось. Должна быть какая-то аргументация. Вы люди умные, образованные, некоторые даже с высшим образованием. Некоторые с двумя. Да, Ирина? У меня вопрос, когда критики не получаются от одноочной, то есть не задействуя всю оставшуюся аудиторию. Хороший вопрос, Ирина. Критик – это тоже выступление. Все остальные проставляют свои оценки. Критик выводит здесь. Здесь субъективно от критиков персоналей, здесь мы потом соберем общую оценку и проставим баллы суммарно. То есть здесь коллективный разум, здесь субъективное мнение. И мы потом еще сравним. Сейчас вы во всем разберетесь, все очень просто. Может быть в начале не совсем понятно, но все весьма и весьма просто. Так, у меня есть генератор случайных чисел. Сейчас я его запущу и мы выберем, вот у меня здесь есть, выберем первого спикера. Я знаю, что у нас… Аня, помоги мне, пожалуйста. У нас по 24 бумажки на человека. У нас по 20. Или концепция по 20. От 1 до 20 мы выбираем, верно, да? От 1 до 20. И первый сейчас я генерирую. Надеюсь, вам не видно. Чтобы это все было как в «Спортлату» не видели, как недавно. Там в Якутии айфон разыгрывали в прямом эфире. Видите? Ну, следите за моим, там было очень весело. Там девушка 4 раза доставала, называла один и тот же номерок. Все в прямом эфире было весело. Так, сгенерируем мы сейчас случайное число. И от 1 до 20. Ну, система. Я считаю, что… Он отсутствует. Он отсутствует, он не пришел. От 1 до 20. И исключаем повторение. Сгенерировать. Хорошо. Сделаем по-другому. У меня есть дублирующая система. Вот. Count 1. Генерируем. Номер 3. Александр. Так, на этом прямой эфир у нас заканчивается. И, да, Александр, мы сейчас поменяемся микрофонами. Так, подождите. Это… Это критики. Третье. Мы сейчас… И сейчас играли зелененькие бумажки. Вы… Счастье. Так.